Встреча с обелисками 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 Нет, давайте на архах лучше попробуем переночевать. Итак, наступает следующий день. И Брисой делаем пару шажков. Типа она на этот день ходила. Всё, у неё шагов меньше. Уже не 2000, а 1800. Поэтому теперь Гриндан. Дает очень медленное существо. С этого момента игра должна считать, что Бриса ночевала не на архангелах, а на зомби. И типа очков перемещения у неё и так выше крыши, больше чем надо для копка. Но копок не получается. Гриндан возвращает армию на Брису. Бриса всё равно не может копнуть. Дело в том, что когда мы нажимаем с вами копнуть, у нас не получается копнуть по очень простой причине. Если мы передаём зомби с третьей скоростью, тогда у нас должно остаться 1500 мувпоинтов. В этом случае у нас очки перемещения должны будут пересчитаться. А в нашем случае нет. У нас 1800 очков перемещений. И сделать 1500 и стать на эту же клетку у нас, судя по всему, не получится. Раз, два, три. Раз, два, три. Да. Ну, мы можем, в принципе, копнуть с вами мимо. Какая разница, правильно? То есть, смотрите, отдаёте зомби. После переданного зомби должны сделать столько, сколько надо под разгон шагов. То есть, 1500 мувпоинтов. Итак, ходим вверх. Стало 1700. 1600. И делаем 1500. Вот сейчас только мы должны копнуть. Вот, смотрите. Только дважды кликнув по герою, только после этого нам предложили, вы действительно хотите потратить целый день на раскопки. Мы с вами нажимаем «Да», но и, понятное дело, ничего не происходит. Теперь давайте попробуем ещё один момент. Это мы сравняли с вами нужное количество мувпоинтов, да? Теперь давайте всё-таки попробуем не сравнивать, получится ли у нас это или нет. Итак, гриндан передаёт медленное существо. Мы берём с вами бриссу. Делаем шаг ниже. Количество мувпоинтов у нас 1900, далеко не 1500. Тоже пробуем дважды кликнуть. По иконке героя, после чего закрываем. Возможно, именно двойной клик здесь играет важную роль. Нет, нельзя копать. Ещё раз зайдём. Дважды кликнем. Нельзя. Ещё раз нельзя. Неужели только 1500 надо? 1800. Зайдём в окно героя. Нельзя. 1700. Нельзя 1600. Нельзя. 1500. И вот только на 1500, ребят, можно. Да, то есть, получается, очки перемещения. Мы выкопали грааль. Очки перемещения должны совпадать в точь-в-точь. Ну и, судя по табличке, самые оптимальные скорости, которые можно передавать, это существа с третьей скоростью, потому что ровно 1500 мувпоинтов можно получить. И существа с шестой скорости, вы тогда получите 1700 очков перемещений. Или седьмая скорость. А ну-ка, давайте я посмотрю точно. Да, именно шестая скорость даёт. Но тогда и ночевать вам надо таким образом, чтобы у вас ровное количество очков перемещений получалось. А это либо шестая скорость, ну, третья вас не устроит, либо одиннадцатая скорость, там 2000 вы ровно будете получать очков перемещений, либо с помощью сапожек и перчаток, там нужное количество нагонять и разгоняться даже на третьей скорости. Ну, то есть, там вы уже можете сами поэкспериментировать. В любом случае, этот момент вам может очень и очень сильно пригодиться. Также довольно полезной для вас информацией будет ещё один метод раскапывания грааля, который в своё время показал на стриме у Таганаша игрок с ником Ваза. Давайте посмотрим этот метод и, возможно, кому-то из вас он тоже вполне может пригодиться. Разрешение Таганаша на использование этого метода у нас получено. Так, метод пальца, который, как его называет Ваза, вот, пожалуйста. Того видео для тебя. Поиск грааля по методу пальца. Вот у нас есть карта грааля. Вот у нас ориентир. Ставим сюда палец, закрываем карту грааля. Героем ходим так, чтобы у нас потом как раз палец попал на вот этот вот камень. Всё. Вот это вот центр карты грааля. И, соответственно, от этой центры грааль может быть в квадрате 5 на 5 клеток. То есть, вот у нас искомые 25 клеток, где может быть грааль. Всё. Соответственно, по этим точкам мы и копаем. Для проверки можем купить ещё одного героя и посмотреть. Всё. Вот здесь открываем обелиск. Вот центр грааля у нас закопан здесь. Поэтому героя проверяем. Ставим сюда палец. Точно так же можно находить крестик. Ставим сюда палец. Всё. Грааль у нас находится здесь. Всё. Соответственно, копаем на следующий день и откапываем. Всё. Грааль у нас. Вот. Ну, соответственно, от центра вот этот вот квадрат 5 на 5. И он может быть только вот как раз-то в этих 25 клетках. Ну, соответственно, не считая это 24 на данной карте. Всё. Спасибо. Открываем карту граали. Видите? Вот это гора, которая для нас служит ориентиром. Здесь получается широковатая поверхность на камнях. Ну, такая, видите, да? И следующая клетка ровная, а следующая клетка вниз по диагонали такая же шероховатая, как предыдущая до этого клетка. Самая первая клетка рядом с горой. Сравниваем это место. Вот гора. Клетка там действительно не такая ровная, например, как вот здесь вот. Да, она шероховатая. Клетка через одну, которая попадает на дорогу. Видите? Она тоже шероховатая. Вот эти две клетки идентичны. Но вероятность того, что есть другое такое место с двумя одинаковыми клетками и горой, ну, шанс очень невысокий. Ну, высокий шанс, что Грааль вот здесь вот находится на камнях, представляете? Куда без полета не пробраться. То есть, чтобы найти Грааль, нужен свиток полета или прыжков, нахождение которого, в принципе, уже делает не очень актуальную постановку Грааля в городе сопряжения. Так, Астрал. Грааль. Откопал. Куда все подевалось? Ай-9. Грааль. Да, вас Грааль не откопали. Он находится на Цитариспе, к сожалению. Копано. Копано там все. Эта клетка вскопана, 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 вскопана. И здесь все скопано. Так что остается либо здесь, либо здесь Грааль. Это лол. Это издевательство. Это просто издевательство. Это лол. Блин, лол. Это капец. На единственной клетке, которой хрен дойдешь, блин, там находится Грааль. Господи. Ну, боже ж ты мои, а. Блин, ну капец. Кому скажешь, не поверят, а. А также предлагаю наглядно вам продемонстрировать, какой город что даст. С учетом того, что мы там построим тот или иной Грааль. И поехали. Для начала у Некромантов. Когда вы заезжаете в город, когда вы кликаете по городу, в котором строится, вам хотят. Хотите ли вы, чтобы Грааль остался на этом месте? Смотрите, вы отстраиваете. Грааль увеличивает число производимых существ на 50, но это у всех. В неделю приносит королевству 5000 золотых. И, в общем-то, уникальный бонус для Некромантов. 25, точнее 20% повышает знание Некромантии у всех дружественных героев, обладающих этим навыком. То есть, все Некроманты, в дополнение ко всем тем процентам Некромантии, которые у них есть, получают еще 20%. И начинают Некрить таким образом еще быстрее. Предлагаю теперь построить в городе Инферно, Грааль. Точно так же заходим. Нам предлагают его построить, когда кликаем по городским постройкам. И смотрим. Тоже 50% существ больше. 5000 золотых. Каждая неделя становится неделей бесов. Дело в том, что, когда заканчивается та или иная неделя, вам пишется, что за неделя начинается. И если такое существо существует, то, во-первых, это существо начинает появляться на карте. Это первый момент. А второй момент, это то, что это существо начинает в городе производиться в большем количестве. Поэтому вы можете накопить таким образом бесов. Ну, просто тьму. Громадное количество. Другое дело, как этих бесов использовать. Под финалочку они не очень хорошо подходят. Но, с другой стороны, вполне можно заняться демонением. Для многих из вас, если вы новички, демонение может ни о чем толком не говорить. Но, поверьте, это дело стоящее. И нам нужно будет с вами этот момент тоже рассмотреть. Смотрите, начинается следующая неделя. И всех бесов и чертей становится на 15 больше. Давайте посмотрим, не появились ли они где-то на карте. Пока что вроде не видно. Так, здесь тоже. Или они на карте появляются раз в месяц. Да, наверное, раз в месяц они появляются на карте, а не раз в неделю все-таки. И смотрите, как их стало больше. Замечательно. Давайте теперь проверим следующие города. Следующий на очереди город, который мы будем проверять башня. Кстати, в башенке один из лучших граалей получается. По бонусу. Вот, отстраивается такой объект. Вот, смотрите, он повышает уровень знания любого защищающегося героя на 15 баллов. Но эти знания теряются, если вы из города приходите. То есть, с кучей маны можно встречать соперника. Но это еще не все. Самое-то главное то, что башня открывает всю карту. И подземку, и надземку. Поэтому, когда вы здесь строите грааль, ребята, вы видите абсолютно все, что происходит на карте. Особенно это важно, если на карте все-таки отключены обелиски, их можно банить. Точнее, не обелиски, а картографы забанены. То, как раз-таки, можно отрыть грааль и построить, в общем-то, себе тоже открытие карты. Что очень и очень здорово. Далее мы рассмотрим с вами сопряжение. Сопряжение многими игроками воспринимается, как город, в котором самый полезный грааль. На первом месте. Вы получаете абсолютно всю магию в игре, ребят. Вот только гильдия магов должна быть. Нам осталось теперь только хотя бы первый уровень гильдии магов поставить. Мы с вами это сможем сделать на следующий день. В этом городе. Итак. Заходим сюда и видим вот такие вот книжечки. А теперь заходим к нашему герою. Правда, у нас мудрость основная. Мы только с первого по третий уровень можем изучить заклинания. Но вот смотрите. Все до третьего уровня мы с вами знаем. Если мудрость будет экспертной, мы с вами изучим абсолютно все заклинания. То есть, представляете, получить все заклинания в игре. Это вам и хождение по воде и многое другое. Полет, дверь измерений, городской портал, да все что угодно. Далее давайте проверим с вами болото. До которого дотягиваемся еле-еле. Посещаем болото. Тоже строим. И посмотрим, что он дает. Он дает 10 баллов атаки и защиты для тех, кто сидит внутри города во время осады. Вот когда ваш город будет штурмовать, тот, кто будет сидеть внутри города, он получит плюс 10 атаки и плюс 10 защиты. С учетом того, что это получают только те, кто защищаются, честно говоря, полезность этого Грааля гораздо ниже, чем в некоторых других городах. Поэтому здесь постройку Грааля можно увидеть гораздо реже. Давайте теперь построим Грааль во плоти. Грааль здесь выглядит таким образом. Смотрите. На 2 балла повышает удачу всех дружественных героев. То есть, где бы эти герои ни находились, у них должно быть плюс 2 удачи. Смотрите. Плюс 2. Плюс 2. Плюс 2. Независимо, в городе они находятся или нет, но все становятся прям очень и очень удачливыми. Но, честно говоря, в полезности этого тоже приходится сомневаться, потому что удача, она работает далеко не со стопроцентным шансом. Поэтому там еще, насколько вам повезет, не повезет, многое будет зависеть. Едем захватывать замок. Худо-бедно побеждаем. Отстраиваем Грааль. И смотрим, что особенность его, за исключением 5000 золота и 50% существ увеличения, это на 2 балла повышает боевой дух всех героев. То есть, примерно как у Аплота, плюс 2 удачи все получали. Тут, видите, мораль, боевой дух повышается у всех героев. Честно говоря, конечно же, тоже полезность довольно низкая. Ну что, давайте теперь построим в цитадели. И здесь, смотрите, атака повышается на 20 для героя, который защищается внутри. То есть, получается, что это работает только для героя, который сидит внутри города и защищает сам город. Ну, особо на ваш темп, на ваше развитие это вообще никак не повлияет. Поэтому и особого смысла строить Грааль в этом городе, к сожалению, нет. Ну, за исключением прироста по золоту и по существам, конечно. То есть, если лучшего варианта для вас не будет среди имеющихся городов, конечно, можно и так попробовать. Давайте еще построим в темнице. Здесь мы не строили. И что он делает? Повышает силу гарнизонного героя во время вражеской осады на 12 баллов всего лишь. Тоже действует только во время штурма этого города. Это очень слабенько. Очень слабенько, ребят. То есть, по сути, нормальные Граали есть только у двух городов. Это сопряжение, которое дает абсолютно всю магию в игре. Это очень имбово выглядит. И второй довольно имбовенький вариант. Это отстройка Грааля в башне, которая открывает всю карту. Вот, пожалуй, с этими двумя Граалями не может сравниться ни один другой. Ну, может быть, по полезности на третье место можно поставить Некрополис. Который еще на 20% будет быстрее начинать Некрить. А все вот эти вот удачки, боевой дух или усиление героя во время осады... Ну, ни о чем. На четвертое место, наверное, неделю бесов бы поставил у Инферно. Поскольку это хотя бы для демонения можно использовать. Хоть какой-то плюс от этого есть.